Вечер добрый! Слушаете вы свое радио, надеюсь, в постоянном для себя и привычном режиме, соответственно, в курсе всего, что здесь происходит. Сегодня, как обычно, понедельник сегодня? Понедельник. Как обычно, по будням, но в летнем режиме без пятницы. Пятницу мы отдали дачникам, потому как, мне кажется, люди разрываются между необходимостью полоть редиску и слушать интересную программу. Поэтому полите себе редиску спокойно. С понедельника по четверг, четыре дня в летнем режиме в неделю, с восьми до десяти программы живые, куда приходят, приезжают, прилетают, приплывают. Очень интересные коллективы. Один из них сегодня здесь. Традиция у нас сложившаяся уже достаточно давно звучит так. Первая песня, после чего я знакомлюсь с коллективом поименно, называя группу. Ну и, само собой, те, кто слушает эту песню, уже могут составить себе представление о том, что в течение двух часов будет происходить здесь в музыкальном плане. Соответственно, кто-то останется с нами до конца программы, а кто-то чаю с ромашкой и баиньки. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Поехали! КОНЕЦ 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 из Риги. Этот коллектив забавно, конечно, получилось у них с поездкой на фестиваль «Воздух». Мы поговорим об этом тоже. Апофеоз Оркестра. Или Апофеоз Оркестра, да, если иметь в виду такое русское произношение. Можно же Апофеоз Оркестра? Можно Оркестр Апофеоза. Оркестр Апофеоза, да. Так, чтобы не грассировать Оркестра и не делать вид, что мы говорим с вами на ломаном английском, латышском и русском. Давайте уж как-то так. Оркестр Апофеоза. Можно вас так? Все, договорились. У кого-то, по-моему, телефон включен был. Вы в студии прямого эфира, ребятки, отключайте. Блякает чего-то. Давайте представляться будем. Итак, Рита Дрейманы. Правильно так произносится фамилия? Можно и так. Добрый вечер. А как нужно? Дрейманы. Дрейманы. Да, Дрейманы. Хорошо, красиво. Это вокал. Вокал коллектива. Еще один вокалист коллектива – Захар Ковалевский. Все правильно, Захар Ковалевский. Здравствуйте. Бас-гитарист, Апофеоза. Я имею в виду апофеозный бас-гитарист, можно так сказать. Игорь Артеменко. Это я. К микрофону хотя бы раз за эфир, ребятки, надо подойти. Не-не, он нормально работает. Вот в него. Видишь, горит лампочка красная. Здравствуйте. Привет из Риги. Привет-привет. Гитара Андрей Жильский. Здравствуйте. Плохо тебя слышно. Отрыви, пожалуйста, сиди. Вот, давай, дай. Добрый вечер. Спасибо тебе большое. Значит, Евгений Беляшонок, гитара. Сейчас он подойдет. Всем привет. Молодец. Саксофон, надо к микрофону, надо к микрофону. Рэйвис Жуковский. Саксофон у микрофона, а? Саксофон у микрофона. Микрофон у саксофона. Ну, единственный человек, у которого свой собственный эфирный микрофон, своя собственная конура, ну, пусть и прозрачная, но зато личная. Это барабанщик коллектива с, пожалуй, самой популярной в Латвии фамилией Антон Дудко. Привет. Привет. Всем спасибо за честь. Я очень рад. У меня есть свой микрофон. Вот. И у тебя есть своя кухня, что очень важно. Человек на кухне с собственным микрофоном. Если захочешь что-нибудь сказать, ты махни мне, чтобы я его включал вовремя. Ладушки. Намёк понял. Не намёк, это прямое указание. А когда лампочка горит, микрофон включён. Когда не горит, вот как сейчас, микрофон выключен, его можно двигать. Вот именно в этот момент. А я же говорю, выключен. А лампочка там, да? Лампочка у меня. У меня всё в руках. Всё у меня в руках. Просто если ты начнёшь его двигать, когда она горит, будет грохот стоять в студии, это не очень хорошо. Итак, апофеоз оркестра или оркестр апофеоза, коллектив, приехавший к нам из Риги. Как называлось первое произведение ваше? То, что мы сыграли, называлось «Бум-бам». «Бум-бам». Очень понятное название. Главное, глубокомысля. В принципе, понятно, что музыка, которую вы играете, это музыка для того, чтобы человека качало. По-настоящему качало. Фьюжн, регги, хип-хоп, всё вперемешку. Вот это и есть, собственно говоря, коллектив, который сегодня здесь. Вы ехали в Карелию на фестиваль «Воздух». И, по моей информации, вас задержала эстонская таможня. Вот я бы понимал, если бы это была российская таможня. Да, латыши едут. Мало ли, с какими целями едут люди из Европы в Карелию кормить мошек и, собственно, этих комаров по вечерам. Наша таможня могла бы придраться. Нет, придралась эстонская. Что они от вас хотели? Они нам сказали, вы в очереди стояли. Посмотрите, как у него хорошо получается. Я когда-то в свое время думал, что это прикол. Ну, что эстонцы так разговаривают. Ну, он думал, что смеются. Как-то однажды, даже не однажды, дважды, даже трижды пришлось пообщаться с эстонцем. Я его спросил, правда же про вас говорят, что вы несколько медленные и слегка тормозите? Он говорит, кто тебе такое сказал? Спасибо большое. Ты ответил на мой вопрос быстрее, чем я даже думал. То есть как в очереди стояли, не понял. Оказывается, чтобы поехать в Россию, нужно... Из Латвии. Мы ехали через Эстонию, потому что Эстония ближе к Петрозаводскому. То есть из Латвии это получилось бы крюк, и мы решили, что поедем-ка мы прямо через Эстонию. А ехали вы сами на своем транспорте? Естественно. Мало ли. Мы же... Я понимаю. Не продолжай, я уже понял. В общем, подъезжаем мы к эстонской границе. То есть вы умеет эстонцев, я понял. Подъезжаем мы к эстонской границе. Так. Становимся в очередь. Стоим в этой очереди, ну, полтора часа. Так. Подъезжаем к пограничнику. Пограничник проверяет документы. Куда-то уходит. Забирает документы, уходит. Возвращается. И говорит, а вы же в очереди не стояли. Я говорю, как это мы не стояли в очереди? А что это такое? Он говорит, это еще не очередь. А что это? Оказывается, оказывается, для того, чтобы перейти эстонскую границу, нужно, подъехав, чуть-чуть не доезжая до эстонской границы, повернуть направо, там на эстонском языке такой указатель и написано что-то А вы понимаете эстонский? Конечно Конечно, вы говорите на эстонском, я так понимаю, на литовском и латышском, вы же все, да Мы же прибалты Прибалты, да Мы же все знаем В общем, там нужно взять билетик из трех, из четырех букв, цифр На котором написано примерно, приблизительное время, когда тебя примут на границе И вот это приблизительное время, которое там А время московское, извини А у нас сейчас одинаковое Хорошо, так Ну, чтоб не попутало, да Сейчас гораздо удобнее с этим одинаковым временем С одной валютой Давай, давай, продолжай, продолжай Ну, в общем, взяли мы этот, не, мы даже не взяли билетик Еще помимо того, что надо взять билетик, этот билетик еще стоит денег Да ладно Дорого? Шесть евро Подожди секундочку, на автомобиль или на каждого? Чтобы встать в очередь, надо купить билетик за шесть евро Чтобы встать в очередь, надо купить А чтобы выйти из очереди сколько? Это зависит от того, сколько проведешь на парковке Потому что парковка платная А выезжать мы по этому билетику должны были через восемь часов Но мы психанули и поехали на другую границу И там эта очередь была не восемь часов, а всего лишь там два часа Ну, как бы еще там два часа переезда этой границы Ну, в общем, ребята приехали позже Я сообщаю тем, кто не очень в курсе Они приехали позже своего времени Которое должно было у них объявлено и заявлено было как время выступления на фестивале воздух Там пришлось двигать немножко всю эту программу Но ничего, главное добрались и главное сыграли Было очень здорово Я, в общем, на самом деле, конечно, сожалею Но, с другой стороны, вы еще не переезжали украинскую границу Я сейчас говорю без всяких привязок Вот в то время, когда ничего еще не происходило Мы, помнится, ехали тоже на своем транспорте Но я размывляю на украинской мове И тут вдруг приходится заполнять некую декларацию Она на украинском Я понимаю украинский, но недосконально Но кое-какие вещи я там мог где-то сомневаться А люди русские, которые вообще не понимают по-украински Бегают с выпученными глазами, подбегая друг к другу И орут Что такое хутро? А что такое шкира? Ну, хутро, чтобы вы понимали, это мех А шкира, это кожа Да, и вот там в этой декларации надо просто помечать Везете ли вы мех с собой? Ну, меха, да Везете ли вы с собой кожу? И бегают они друг к другу, спрашивают И всякие говорят Я вообще не понимаю Вот там проходить границу? Бесплатно, в общем Нет, ну, в смысле, если нормально, то бесплатно Не надо 6 евро платить Но для того, чтобы пройти эту границу русскоязычному человеку Надо заплатить, тогда было, украинскому милиционеру Хотя бы 500 рублей, чтобы он заполнил декларацию Потому что он говорит на украинском, естественно, он понимает Ну, в общем, вы, слава богу, добрались И мы этому безмерно рады Вчера у вас был концерт Да, у нас вчера был концерт Где? В Москве в клубе Джао Да Китайский летчик Джао Да Это был наш второй концерт в этом клубе А в России? Третий? Пятый? Пятый, 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 да Замечательно, то есть вы стали уже такими более-менее постоянными гостями В Российской Федерации Да, мы стремимся Кто-то в Европе, а они из Европы к нам Как приятно осознавать, что есть разумные люди в Европе Спасибо вам за это большое Давай теперь дальше, не будем терять время Кстати, надо сказать, что вы представляете сегодня только песни с одного альбома Или, в общем, творчество целиком, как могли, зацепили? Наверное, нет, мы еще не можем представить творчество целиком Мы представим какую-то часть творчества Хорошо Потом поговорим о том творчестве, которым вы, собственно, занимаетесь сколько лет Ну, это все такая тема, очень любопытная Я думаю, аудитория будет об этом услышать Как называется следующая песня? Не любишь ты меня? Уеду далеко Русская народная, я так понимаю Латышская хороводная Как всегда, живой звук в программе «Живые» Здесь сегодня оркестр апофеоза Мне так приятно это произносить Погнали Я с детства людей люблю Мог целый день просить в кафту Чтоб не попасться на глаза никому А кого-то в школе хулиганы били И мне бы тоже доставалось Но меня тупо не находили Жена послала за хлебом Я отказался в отместку Только в день рождения Она ушла к соседу Зову ее обратно, барабаню в стенку Со мной одна проблема Со мной одни проблемы То ли спиваться, начинать, то ли податься Все, кто ходит звенеть бубенцами Лови свет, лови свет Встретил друзей Оказалось, я не в курсе, что я с привета Но прежде чем идти на самоубийство Я делаю последний решительный шаг И теперь и грипстер Одеваюсь в секонд-хенни, слушаю модные песни Отрастил бороду и наплевать мне, если честно На то, что не любишь ты меня Не любишь ты меня Меня никто не любит Меня никто не ждет Я соберу пожитки Еду далеко Далеко-далеко 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 Эй! Эй! А никому не надо Меня никто не любит Слева и справа сказали Я не подарок Никто не играет Со мной во дворе Мяч пасовали Кому угодно Только не мне Ой-эй! Я стала одиночка Суперагент Знаю все про всех в этом дворе Однажды я следила Как мальцы следили Как мужики за девками следили Всем прилетело Простите Минули годы Я на районе Дым в окна Ниже стекла Солнце слепой Светет Моя подворотня Плюс тридцать звук На полную пятницу Каждый день Каждый день Как сегодня Жизнь удивительна Когда ты вне толпы Ты не аутсайдер Ты в обангарде Так и знаете И все становится только лучше День от дня И мне, конечно, все равно Мои цветы, например Не любишь ты меня Не любишь ты меня Меня никто не любит Меня никто не ждет Я соберу пожитки Уеду далеко Далеко, далеко Далеко, далеко 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 Меня никто не любит Да никто Меня никто не ждет Я соберу пожитки Уеду далеко И вали Меня никто не любит Меня никто не ждет Я соберу пожитки И уеду далеко Меня никто не любит Меня никто не ждет Я заберу пожитки, уеду далеко Меня никто не любит, меня никто не ждет Я заберу пожитки и уеду далеко Спасибо! Что на здоровье? Оркестр Апофеоза здесь сегодня. Апофеоз оркестр, так называется коллектив, город-герои Риги. Надо заметить, что не так просто бывает, естественно, людям извне России попадать вовремя. Программу «Живые» вот сегодня они здесь не вовремя, мне кажется. В том плане, что надо было сначала сыграть, а потом концерт дать. А вы наоборот сделали. Сначала концерт, а потом к нам попали. Может быть, даже и больше народу бы пришло. Хотя к вам, я знаю, пришло немало людей на концерт. Это уже хорошо. Это уже хорошо. Хорошо, что хоть кто-то пришло. Пришло? Да. Хорошо, хоть кто-то появился. После такой песни грустной, я понимаю, что сейчас тебе совсем тяжко. Три рубашки твои вспомнились вдруг неожиданно. Кто пишет тексты? Ну, мы как бы что-то сами. Что-то как-то. Что-то как-то. Что-то где-то. Микрофон потяни к себе, ну не стесняйся ты. Не стесняйся, Захар. Захар Ковалевский в основном пишет. Еще у нас есть Никита Матвеев, который не приехал с нами. Так его эстонцы задержали, что ли? Настолько плотно. Он тоже иногда пишет что-то. Привет, Никите. Он, кстати, ваш коллега. Замечательно. Да, я могу здоровья. Да, он ведущий на радио. В каком? СВХ+. Русскоязычное радио. Я так понимаю. Хорошо. Андрей Фаул пишет. Я почему, собственно, вспомнил о вашем концерте? Вчера были на концерте в Москве. Сегодня слушаем в эфире. Спасибо за позитив, который продолжается второй день. Спасибо. Люди все-таки после концерта даже решились еще эфир послушать прямой на всякий случай, чтобы, наверное, добить себя уже этими очаровательными песнями, так чтобы получить по полной. Очень стыдно, но мы почти те же песни играть будем. Ну, почему же стыдно-то? Чего стыдиться? Песни ваши, они красивые, они хорошие. Кто-то может сказать тот же фаул, может сравнить, как это звучало на концерте, как это звучит в эфире. Между прочим, интересно. Расскажите, как. Ну, то есть, хорошо ли? Аудитория у нас очень трепетная. Она и за звуком следит, и за качеством того, что делают музыканты. И всякий раз сообщают, что не так. Если вдруг что-то не так. Это очень полезно бывает. Не напрягайся, ничего. Я сейчас вспомню анекдот про собачек. Не буду рассказывать. Но там про напрягся. А кто-то расслабился. Двигаемся дальше. Коллектив существует, я так понимаю, не так давно, года три. Как это? Ну, с 12-го года. Ну, мы начали играть живьём примерно так, с 12-го года и начали. До этого мы что-то там компьютерное пытались сделать, на это записывали какие-то слова. Ну, как бы нельзя сказать, что мы ничего не делали. Каждый что-то делал до этого. Вот мы так собрались, и теперь вот с 12-го года. Будем считать, что с 12-го года существует оркестр апофеоза. То есть группе три года. Можно так сказать. Коллективу три года. Это хорошая дата. Можно, кстати, даже примерно в это время летом мы и собрались. Значит, юбилей отмечаем. Хоть маленький, но всё же приятно. Надо заметить, что до эфира я успел выяснить, что вы киношники. Да. А что ты за такую грустью-то об этом говоришь? Ну, это же хорошо. На работу завтра. В этом смысле. Занимаетесь съёмками кино, рекламой и так далее? Или чего больше? Что снимаете? Снимаем. Я монтирую. Понятно. А что снимаем? Я художник-постановщик реквизит. Кто снимает здесь? Кто здесь снимает, если вы киношники? Хорошо. Мы помогаем. Мы помогаем. Хорошо, хорошо. Что это за предвидетельство? Что это за фильмы? Фильмы разные. Художественные? Документальные? Обсуждали это. Да, и художественные, и документальные. Всякие разные короткометражки. Очень много реклам. В основном делаем те, которые по Латвии. И фильмы большие делали. Из самых интересных проектов был этот «Дети мисс Айрен». Это о польской женщине, которая спасала еврейских детей во время войны в Польше. Почти как список Шиндлера? Да. Такая, типа, другая версия. Это было мощно. Это был очень большой проект. Слишком. Это интересно было. А мне интереснее было именно с российскими, русскими, российскими производителями, режиссерами, операторами. Вот как недавно, с тем же Вячеславом Россом или горячо любимой Еленой Владиславовной Николаевной. Это, кстати, украинский продакшн. Ладно, извини, украинский, но все равно те же самые русские. И замечательные люди. Какая разница страна-то? Большой привет товарищу музыкальному тоже, его же можно сказать, другу Горбунову хочу передать. Вот лично. Мне очень понравилось работать с ним, и он отличный музыкант тоже. До сих пор слушаю его диск. Спасибо большое, Алексей, за подарок. Вот. Видишь, как хорошо заодно и вспомнили человека. Да, 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 еще как. Так. А почему... Нет, секундочку. Вот мне все-таки нравится этот подход. Сначала говоришь, что тебе очень нравится делать то, это, снимать кино. Потом говоришь, а я завтра на работу. Так я не понимаю, где. Тебе все-таки нравится или не очень? Мне очень нравится. Просто вот мы приедем, и я прямо вот сразу. Просто обратная же тоже граница. Эстонская? Нельзя узнать. Ну, только что на российской границе мы простояли. Не на российской. Мы простояли на латвийской границе часа три, и российская граница прошла в обыкновенном режиме. Еще в три часа. Нет, ну 40 минут, там час. Это нормально. Это нормально. Это абсолютно нормально. Но два часа на границе, не больше. Мы же уже привыкли. Потому что хочется отдаться в работе, конечно, так, на максимум. А вот трудно на дороге. Можно просто хочется отдаться. Отдаться? Да. Захару. Вот я и подумал, Захар-то почему об этом с такой тоской? Захар обычно хочет. Это хорошо. Значит, мужчина еще в самом рассвете. Я такой. Когда мужчина перестает хотеть, это трагедия для женщины. Для мужчины ему все равно уже. Он перестал хотеть. А у женщины могут быть траблы. Поэтому пока хочет, слава богу, Захару, слава богу, давай двигаться дальше. Что это будет? Деньги. Песня про деньги. Ну, в принципе, так и называется. Деньги. Деньги. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня апофеоз оркестра из города Риги, Латвия. Поехали. Деньги. 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 Каждый день. Люди делают деньги каждый день. Повелось система. Деньги каждый день. Деньги, деньги, деньги Всем вокруг только и делают что Деньги, деньги, каждый день Паминут система делает деньги Каждый день, деньги, каждый день Деньги, каждый день Город кипит и бурлит И всем этим дышит и ты соучастник Если здесь стремишься выжить Ты же механизм, а часть ты шестеренка Заклепка, хотя и кажется тебе Что жмешь на кнопки И с самого утра ты готов работать Работать, кредиты, трясина, болото По локоть, если хочешь хорошо отдыхать Хоть иногда, то бла-бла-бла-бла Работай нон-стопом Деньги, деньги Все вокруг только и делают что Деньги, деньги, каждый день Люди делают деньги, каждый день Паминут система, деньги, каждый день Деньги, деньги, деньги Все вокруг только и делают что Деньги, деньги, каждый день Паминут система делает деньги Каждый день, деньги, каждый день Деньги, каждый день Прибыль каждый день, способы делать деньги Быстро хитросплетение, аферы Ограбление, выстрелы, как правило То, что легко пришло, уходит легче Еще один неоплаченный счет Ты возмущен, вот и перед выбором Но не выбирай криминал, не делай деньги Идолам, что посеял, то и пожал И как же дальше жить? Ты должен это сам для себя решить И ты такой же, как и все В костюме робота И твоя главная забота Много денег заработать Смотреть вперед, ты лишь вверх Покоренная лестница, топать Меньше болтать не по существу Мне быть лишь убокой Ты концентрируйся лишь на своем пути Из каких, как ты, не единицы И даже не присядешь Потерять готовы ценности, что были близки Но что поделать, если деньги так нужны? Как будет хорошо, когда Как же будет хорошо тебе, когда Люди поймут, что это не игра, не игра, не игра Что карма придет не одна А со своими друзьями, бро! И деньги тогда, ну и деньги тогда Будут значить ничего, ровно пусто Деньги, деньги Все вокруг только и делают что management Деньги, 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 деньги Каждый день Павелон система делает деньги каждый день Деньги каждый день Деньги каждый день Спасибо Спасибо То есть это сейчас, я так понимаю, упрек был тем, кто делает деньги Или благодарность? Моя позиция насчет Зарабатывания денег следующая Что деньги зарабатывать, конечно, нужно В современном мире, без этого никак Но не надо Культа из этого делать, да? Делать из денег смысл жизни Мик, это не очень Типа идея, что Смысл моей жизни зарабатывать деньги Нет, ну есть люди, у которых ничего другого не получается Парадокс, да? Ничего другого не получается Есть люди, которые, собственно, и живут ради того Что, ну, вот те, кто зарабатывает Колоссально, вот кому-то липнет, а кому-то нет Вот есть такой склад человека Может человек пахать, заниматься полезным делом А, в принципе, как был Среднего, так сказать, достатка Так и остается А есть те, к кому они липнут Ну и что ему остается делать? Только и делать деньги Причем на всем Подряд Да Ты так смотришь, человек, чем ты занимаешься сегодня? Сегодня трубами А завтра, а завтра асфальт кладу Ну, в смысле занимается асфальт И ничего себе И вполне себе О, да Так бывает вообще наоборот У человека нет другой опции Кроме как делать хоть чуть-чуть денег А иначе он не проживет Правильно, правильно Ну, кому что? Кому музыку Кому творчество Кому деньги Для кого-то зарабатывание денег Тоже творчество Я просто встречал таких людей Для которых зарабатывание денег Это процесс креативнейший, между прочим Вот Остап Бендер, например Такой, товарищ Ты понимаешь? Вот из ничего На простом месте Ведь зарабатываешь Ну, это красиво Это так даже Романтично Благородно Да, где-то даже Наверное, романтично Вот именно так жить И так вот зарабатывать Я не умею Тут как-то все сложнее Евгений Рыжков пишет Вот привет из Питера Пишет Евгений Скажите Есть ли в планах еще посещение Нашего славного города Этим летом Если что Можно поднять Ту тему С Ривервейк-клубом Я думаю Вэкбордисты Просто сильно нуждаются В вашей солнечной музыке После катания Ребята сделали ремонт У них появился аппарат Обещаю В этот раз Собрать аудиторию Больше, чем Фишфабрики Тихо-тихо Почему после катания А до катания Тоже очень важно Речь о другом немножко Вы в общем готовы Согласиться с тем Что можно попробовать Еще раз Нужно Нужно Хорошо договорились Евгений Я думаю вас услышу Наталья Устинова пишет Интересно Как относятся родные жители Родной страны К творчеству на русском языке И поете ли вы на своем родном Если да То услышим ли сегодня Помнишь на фестивале Эти девочки латышские Ты мне рассказывал Нормально относятся Конечно Если бы мы На латышском пели То Возможно мы бы были Деньги 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 Типа того Больше Деньги Ну вообще Как-то нормально Нас воспринимает И латышская публика Не хоро не скромничай Не то чтобы нормально Очень много было таких случаев Когда Совершенно Вот такие Латышские латыши Потому что Он же как и Во многих странах СНГ Есть какое-то поколение Которое до сих пор Как мы Наполовину так Наполовину так А более модные Более такие Вот они латыши Вот они вот Они конечно по русски Не очень Ничего Все вот Чистые латыши Молодняк Ничего не знает Вот я коренной латыш До сих пор Никак по русски Нет Это очень хорошо По русски Есть такие Которые в самом деле Не понимают Ни по русски Не говорят ничего Так радуются Слушают И самое-самое веселое Еще и поют вместе с нами Не ведая что Но им нравится Не ведая что творят Вообще никак То есть они совсем уже По русски не говорят Вообще не говорят По русски Вообще практически не понимают Молодые люди Вообще никак Ну спрашивать Хорошо это или плохо Я не буду По мне так Это нормальный Естественный процесс Между прочим Нет ну как Ну допустим Если бы к примеру Француз не понимал По немецки Вы бы его по этому поводу Не сильно Ну и не понимаете Понимаете Французы с немцами В одной стране Особо-то и не жили Согласен Согласен Особо не жили Да и не особо не жили Вообще группа в Латвии Допущена к таким местам В которые остальные Русские группы Не попадают Это как так Ну вот есть такие места Где играют Особо из-за Саксофониста Потому что он коренной Да Он показывает паспорт И нас пускает А вот так То есть в принципе В группе Я так понимаю В группе в Латвии Нужно хотя бы Одного коренного Латыша иметь В своем составе Чтобы пускали туда Куда остальных Не пускают Я так понимаю Ну Майлз Дэвис же говорил Что в джаз-бенде Должен быть один белый Ага А кто у вас белый А я понял Саксофониста Все мы выяснили Кто у вас белый В коллективе 46 Кстати я забыл сказать Братцы как с нами связываться 46 47 46 47 Это короткий номер Для ваших смс Из России 46 47 Сначала свои Пробел А дальше уже Все что хотели бы Адресовать Коллективу В группе Официальная группа Вконтакте Группа своего радио Там давно уже Выложен анонсик С фотографией А в самом тексте А в самом тексте анонса Группа Апофеус оркестра Выделена синим Значит активная ссылка Кликая на которую Вы оказываете В сообществе Этого замечательного коллектива Мы делаем все Чтобы вас как-то Вот больше 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 Узнавали Там же Под этим анонсом Можно отписываться То есть Ваши впечатления Туда Можно видеть Это тоже важно Что все что в этой студии Происходит Вам нужно зайти на сайт Своего радио Своерадио Точка FM Там сверху есть Плеер Слева онлайн аудио Это чтобы слушать Справа онлайн видео Чтобы смотреть Нажимаете онлайн видео И вот оно вам Счастье Картинка От планеты Ру Спасибо планете За Это великолепие Там же кстати Есть и чат В котором тоже Можно что-либо Отписывать Мы тут тоже Пытаемся Что-либо Вычитать Ребята На автобус успел Слушаю эфир Звук супер Александр Курбацкий Кто такой Александр Курбацкий А вот этот молодой человек Который начал рисовать Понял Что касается звука Давайте скажем спасибо Михаилу Шкоренкову Звукорежиссер Программы Живые Спасибо И соответственно Радуемся мы тому Что качество звука Оценивают ваши Наш звуковик Саша Курбацкий Ваш звуковик Это очень ценный Вообще я люблю звуковиков Которые приходят в студию Оставляют акторов На стенке И уходят из студии Потому что Отдают должное Людям Которые работают В этой студии Часто так не бывает Бывает Приходит звукорежиссер Коллектива И настаивает на том Что только он Может сделать хорошо В итоге Форшмак В результате На выходе Часто так бывает Но наш не такой Наши пельмени Может сварить Пока вы поете Во время чека Например Может предсказывать погоду Так что Вон оно как Он сейчас слушает Радуется Я так понимаю И про пельмени Это правда Что значит Правда Варит пельмени Во время работы Он отлично готовит А в этом смысле Просто я думал Что во время работы Пока вы играете Он пельмени варит Тоже может Тогда мастер Ну давайте дальше Что это будет дальше ЛСМ ЛСМ А есть какая-то У этой аберриатуры Любовь спасет мир Вот Спасибо как Тогда давайте погнали Как всегда Живой звук В программе Живые Здесь сегодня Апофеос оркестра Из Риги На всякий случай Напоминаю Поехали Лидеры мировых держав Люди собрали башню до небес Высоко И видят мир такой Полный дураков Им не нужна любовь Им надо танцы до утра И вместо Я люблю тебя Я люблю себя Твердят Планета плакала 150 дней Океан укрыл Тогда все беды на земле Я слушаю ваше дыхание Я сохраню свое чистым сознание Мы убежим из Вавилона Навсегда далеко Где не больно быть стариком Тепло и легко Все еще люди любят Тебе хорошо там будет Эту любовь мы миру дадим Она спасет этот мир Иже сегодня Мы снова будем свободны Лидеры мировых держав Что-то мешают Плетут интриги Друг другу угрожая Зачем нам война Есть и другие перспективы Только любовь спасет мир А мне нужна война Только любовь А мне нужна война Только любовь А мне нужна война Только любовь А мне нужна война Любовь спасет мир Когда-то люди умели летать Но позабыли как Разучились верить, любить Разучились мечтать Велись в пути, заблудились в лабиринте Вот и все, порвалась серия одной нить Нас запутали совсем, нам подменили ценности Быть самим собой нам часто не хватает смелости Мы забываем, что не все можно за деньги купить И как сороки бросаемся на все то, что блестит Но как же найти свой путь, когда вокруг Соблазны Вавилона так и подчиняют дух Есть миллионы путей, невозможного почти нет Зачем сидеть в темноте и идти на свет? Мне очень трудно подобрать слова Но этот мир уже совсем сошел с ума Красную, красную кровь питает земля Любовь спасет мир, но спасется ли сама? Лидеры мировых держав, что-то решают Придут интриги друг другу угрожая Зачем нам война? Есть и другие перспективы Только любовь спасет Там не нужна война Только любовь Там не нужна война Только любовь Там не нужна война Любовь спасет мир Только любовь, только любовь Не нужна война, только любовь Вам не нужна война, только любовь Кому не нужна война, любовь спасет Спасибо Спасибо, и вам спасибо Я кое-что сейчас почитаю, народ пишет И пишет радостно, надо заметить Сергей Понтюжин, он что написал-то Качаюсь в первом тралике Все вокруг огоргулье Надо переводить, что такое тралик Троллейбус Молодцы, еще помнят Так по-русски тралик называют Человек в троллейбусе слышит музыку, а народ Как упыри вокруг, как горгуль А ему нравится, а ему хорошо Вот он, кстати, жалеет, что не слышал вас раньше И почему вчера не пошел в китайский летчик Мы еще приедем Любовь к вам, она же только растет Поэтому вы обязаны приезжать И как можно чаще, как можно больше Никогда не слышал Только что включил очень клевую песню Где-нибудь можно скачать Васильев УА Наш слушатель из Украины спрашивает Можно Где? Заходите к нам на этот ВКонтакте Апофеоз Оркестр Там можно Скачать? Ну, может, скачать нельзя, но можно спросить И там ответят, где скачать На Саундклауде можно послушать Саундклауд Это слишком сложно произносить мне Апофеоз Оркестр проще, я понимаю Гораздо проще Кстати, вы постоянно переглядываетесь с девушкой Иди, иди, иди А то я так Ну, насчет там скачивания И вообще, где найти Легко и просто Есть такое www.apofes.info На сайте Там дальше ссылки просто Сразу там Вы даете возможность скачивать Да, я так понимаю, свою музыку Ну, как бы Мы даем возможность скачивать Но можно и купить в iTunes Вот, я к чему и спрашиваю Как в Европе смотрят на то, что люди бесплатно скачивают В России уже привыкли к этому И музыканты говорят Да и бог, с ним мы на концертах заработаем Как вы относитесь к тому, что люди бесплатно качают вашу музыку? Нормально Все, спасибо большое Ответ короткий, лаконичный, мне очень нравится Вы все время переглядываете с этой девушкой в желтом Кто это, представьте, пожалуйста А что, симпатичная девушка? Ну, понятно А вы переглядываете со всеми симпатичными девушками? Мне интересно Я лично не переглядываюсь Рита Но всякий раз вы смотрите на нее, она вам что-то подсказывает Кто это? Директор группы Ну, наконец-то Директор группы Илона Она знает все Она строгая девушка Она никогда не улыбается Даже себе в зеркало, я так понимаю Нет, улыбается, хорошо Она умеет этот лоу-кик делать Как это ты говорил? Удар? Иди к микрофону Сейчас она покажет нам лоу-кик, я так понимаю Когда они меня расстраивают, я говорю, что я умею Я свободно владею ударом по ногам Чему меня научил мой старший брат И, собственно, они стараются Они верят Они верят, да, верят на слово Они не проверяют Как часто мы тебя расстраиваем С ними хорошо играть в перферанс Если они всему доверяют Никогда не проверяют Ты понимаешь? Давай Кстати, Илона, если вы ее попросите Может сесть на шпагат В прямом эфире Илона, сядьте на шпагат, пожалуйста Подставили тебя, девочка Сядь на шпагат, пожалуйста Вот только там где-нибудь Там, где в кадре было бы видно Сядь, пожалуйста, на шпагат Я все равно верить не буду А аудитория посмотрит Она готова, посмотрите Она ради своего любимого коллектива Как директор готова сесть на шпагат Это гениально Такого еще в этой студии не было Когда директор коллектива Ради успеха коллектива Илона, можно вставать? Где она? Вот она Но я подумал, может быть, что-то порвалось Там провода какие-нибудь, условно говоря Она же села прям по центру Очень хорошо, очень красиво Спасибо большое Вот что мне хотелось бы сейчас Немножечко более так, может быть, всерьез пойти В России есть тема От которой меня поташнивает Но эта тема существует И эту тему в свое время заложили в головы Роколюбивых и любящих музыку потяжлее людей Как русский рок Что такое латышский рок? Можете мне объяснить? Есть ли какой-то сакральный смысл у термина латышский рок? Райвис Коренной латыш, белый человек Расскажи, пожалуйста Расскажи, пожалуйста, нам Что конкретнее Вот видишь, он правильный вопрос сейчас задал Он правильный задал вопрос Когда в России говоришь русский рок Вопросов что конкретнее не возникает Все понимают, что это песни Про разорву рубаху, про березку Про осень и так далее Что такое латышский рок? Не, ну так, если смотреть глобально Вообще, что прослышано во всем мире Есть такая довольно-таки, скажем так Этно-рок-металл-группа Очень прославленная Skyforger Из Латвии Она, в принципе, довольно известна в Америке И, ну, как бы, это один из брендов Который, как бы, идет везде Ты в этой группе играешь Это как рижский бальзам Известен во всем мире Начнешь про Ливи рассказывать Ну как, ну продукт, как бы Так, ну, и мы сейчас выйдем на тему Я понимаю, Skyforger Но, если так смотреть чисто локально Ну, типа, там, на алтышском языке Там более, как бы, вклад в развитие Там, как бы, рок-музыки, как таковое В принципе, есть такая известная группа В Латвии известная группа Сомневаюсь, что в России Иннокентий Марплс Не-не-не, Иннокентий Марплс Это уже более известен в бэкграундах Таких, андерграунд Ливи, группа Ливи Она, в принципе, ну... Это латышский рок? Это латышский рок Нет, я... В чистом таком, как бы... Он конкретный человек Он нормальный человек Он отвечает на конкретный... Что такое латышский рок? Это Ливи Да У меня другой... Вот, они даже не понимают Они даже не понимают этого... Друзья, я обращаюсь к аудитории Русской аудитории, российской, украинской Эти люди даже не понимают Что значит термин русский рок Какие вы счастливые люди Вы просто вот... Я сейчас искренне рад тому Что вы живете в иной реальности В иной мере Не, на самом деле, понимаем Вот в чем проблема Он что-то прикидывается Что у меня разводит тут стоит, понимаешь Не, ну вот, если взять 80% русскоязычных групп в Латвии То они как раз работают в этом направлении Русский рок Да Может быть, это как раз причина Почему их не берут в те клубы, в которые пускают апофеоз Правду глаголят Угу Но в моем понимании, чтобы вы понимали Русский рок, это рок на русском Латышский рок на латышском Немецкий рок на немецком Французский Нет ничего более Никакого сакрального смысла в этом нет Но просто был период, когда я воевал с аудиторией другой радиостанции Доказывая им, что музыка делится всего на два жанра На хорошую и плохую Больше жанров не бывает А стили, это уж другая история А мне доказывали Нет, русский рок Вот Земфира, это русский рок Ромашки Русский рок, гениально Агата Кристи, это русский рок Король вертолет Это русский рок Откуда там роком там не пахнет Группа Чаев, это шансон Причем классный, красивый Но шансон, какое отношение они имеют Это классная музыка Но к року это не имеет отношения Если брать рок, ну Алиса это рок Ария, понятно, что скоммунизм Но тоже рок И тоже на русском языке Все остальное во многом Никакого отношения к року не имеет Вы не понимаете даже Насколько эта тема в России Среди слушателей, так сказать Такой живой гитарной музыки Насколько она важна Если ты поешь про любовь и про цветочки Это вообще не рок Уйди отсюда Уйди, запах с тобой, говорят они Надо петь про бунт души Про рвущееся сердце Про кровь из вен Ну так, чтобы рифм Про рубашки Про рубашки, да Ну вот, точный ответ на ваш вопрос Ну, Митрохин и Дюк Бэнд Аградский все время сказал Когда есть в группе живые барабаны И электрогитары Это уже рок Значит, вы играете рок Спасибо Я знал, что она посмотрит на меня Странным взглядом У нас как-то в Латвии Кажется, Микс-ФМ радио Или как это назвали Барды Барды А, Барды Как здорово, что все мы здесь Вас Барды? Нас, да Вы Барды? Нас однажды назвали Барды У нас есть вопрос Уважаемые Барды Хорошо, что мы сидели А, ну, хорошо А кто этот человек, который задавал вопрос? Взрослый, молодой? Это было на радио Мы... А, вы просто не видели человека Не видели Хорошо, может быть, он таким образом Кто знает, люди любят Бардов Может быть, это комплимент Ваш адрес был такой А с другой стороны Кто такой Бард? Бард тот, кто сочиняет и поет сам Правильно? Под гитару Вот у вас две акустические гитары Замечательно Вот вы и есть Барды Барда с саксофоном Барда и белый человек из Латвии И на латышском Ну, если так, Бардас Это Борода Не знал такой тонкости Ну, просто один моется Я теперь понимаю, почему в России Все Барды бородатые Они просто знают латышский Какая следующая песня будет? Суперсила Как всегда, живой звук В программе живые И сегодня здесь Замечательный рижский коллектив Эпофеоз Оркестр Погнали Жизнь не сахар Ни шоколад Ни лапинат Никакие тебе Ни игрушечки И чтобы справляться С суперпроблемами Тебе необходимо Суперсила Голова не болит Если все на свете знал Против суперзлодеев Один супергерой в костюме глупом Борюсь с несправедливостью и злом Псевдоним Захамет Буквасы на животе За покой и безопасность в этом мире Я бы потел Один против зла после себя Сею добро, но без суперсилы тяжело Ой, как тяжело Если бы я был чуть-чуть повыше И пошире в плечах Если бы все на свете знал И легендарь имел венчать Если бы пользы считал И передвигал предметы взглядом Если бы только, если бы только Все свое детство Я мечтал стать космонавтом Ракет и двигатель ревет И я в скафандре в иллюминатор Машу рукой своей родной планете Которая становится все меньше и меньше Невесомость и космос Из тюбиков еда Как жаль, что не осуществилось Есть моя мечта И я не стал тем, кем так хотел стать Так что космос без меня Звезд мне не достать Если бы я был чуть-чуть повыше И пошире в плечах Если бы все на свете знал И легендарь имел венчать Если бы мысли читал И передвигал предметы взглядом Если бы только, если бы только Если бы я был чуть-чуть повыше И пошире в плечах Если бы все на свете знал И легендарь имел венчать Если бы мысли читал И передвигал предметом стрябом Если бы только, если бы только, если бы только Если бы Спасибо Да на здоровье А вот Александр Скремитов пишет Он латыни, бардус дурак Вот человек, который вам вопрос задавал Он все-таки на каком языке говорил-то, мне интересно Он не латыни упал, а может он оскорбить хотел Может быть Ай-яй, надо проверять эту историю Так, я кое-что тут обнаружил, поэтому обязательно зачитаю А передадите Женесу или Женясу Как правильно Гитари или Апофеоза привет из Риги Вадан Кто такой Вадан, скажи пожалуйста Иди, ты как правильно, Женес или Женяс Вадан, привет Я знал, что это ты, потому что это был Женяс Женяс все же, да То есть Евгений, знаешь, Женяс Ну я плохо владею, простите Латышским, поэтому Мы тоже не в курсе Это не звучит как латышский Женяс А почему не звучит? Это Клитовский Это Литовский Это Литовский скорее, да? А почему тогда тебя Женясом называют? Ну это надо спросить у Вадина У Вавана? Понятно Вадан Вадан, да Вадан, прошу прощения Значит, Юлия Узова вот что написала Вроде бы не мое, в кавычках Все эти риги и фьюжены Слишком они позитивны А вовсе нет Интересная форма музыки Фантастически в смесь таких южных ярких жанров Замесили что-то размеренное, спокойное Необычное звучание Приятные голоса Интересные тексты Цепляют однозначно Ну, что сказать? Спасибо сказать Это обязательно Вежливый человек обязательно скажет спасибо Правда? Поэтому правильно Ну когда человек Вроде как сразу говорят Что не его музыка Ну, любит немножко другую По стилистике Но даже это Не дает повода и право человеку Сказать, что это плохо Аудитория своего радио Она давно уже привыкла к тому Что в любой музыке Есть какая-то изюминка Эту изюминку Надо просто рассмотреть Если даже это не твой вкус И, возможно, не твоя музыка Которую слушаешь каждый день Надо уметь обнаруживать В другой музыке В другой стилистике То, что-то интересное Любопытное Вот она дальше пишет У меня сегодня от бессонной ночи Не температура Какое-то странное восприятие Не жалею, что не заснула И дождалась таки живых Человек не жалеет Спасибо еще раз Ого, да Дважды вежливый человек Знаете, по такой музыке Очень хочется собраться Большой О! Интересная тема Юлия Воробьева По такой музыке Очень хочется собраться Большой кучей Позитивного народа Где-нибудь на природе Возле озерка Ближе к сумеркам Поставить палаточки Пожарить хлебушка На палочках Запить квасочком Костерок потрескивает И эх, вот она жизнь Вот он кайф Вы барды Ура! Вы такие барды Но если Юля под вашу музыку Хочет попечь В костерке хлебушка Поставить палатку Так, чтобы комарики И птички Все, барды На мой взгляд Это комплимент Я хотела сказать Что да Это комплимент Причем огромный комплимент Вот что Сейчас вдруг возникло У меня по ходу всего Творящегося в этой студии Нам еще одна песня Мы заканчиваем час На перерыв уже уйдем Кто-то говорил Два часа много Я вас умоляю Время прилетает Незаметненько Вот какую тему Хотелось бы сейчас Потрогать немножко Музыкой вы занимаетесь Вместе Вот в этом коллективе Три года Но до этого наверняка Как-то где-то Кто-то поигрывал Да Тот стиль Та стилистика Скажем музыкальная Которая у вас сейчас Это пришло само Или все музыканты Играли Кто-то тяжелый метал Например играл Ну я не знаю Например Рэйвис я уверен Он играл в тяжелой группе На саксофоне Ведь только в тяжеляке Там же как-то Прошибать надо Понимаешь Не А Рэйвис Не только на саксофоне играет А на чем еще На нервах На нервах Конечно Рэйвис на чем еще играешь Ну я в принципе могу Вон заместить Самого длинного Нашего участника Грубас-гитару А самый свой первый концерт Рэйвис играл на барабане Ага Кстати Да возможно да Так Так То есть мультиинструментальный Белый человек в коллективе Yes I am Образование музыкальное есть Естественно Не закончено Ну обычно духовики И вот эти вот смычковые все Вот я именно смычковые И не закончил Так ты смычковый А это я сам научился А саксофон Самовладил саксофон Вообще звучит как Самовладил саксофон Двусмысленно звучит весьма Ну то есть это самоучка По сути дела Да А чего так Контрабас слишком тяжелый Не-не Кстати контрабас тоже играю Дома есть Валяется Пыль стираю Но так в принципе Ну как я еще Ребенок советского Времен И в этом периоде Когда-то Выехать куда-то Ну за кордон Довольно такие Ну сами знаете Не подчеркиваю Да-да-да-да Ну вот и как бы Чтобы Делать там Вылазки всякие Ну как бы Как можно было С коллективами Ага Ну и Соответственно Как бы Где коллективы Которые катались Больше Ну там были Серьезные детские Там Оркестры Там хоры Бла-бла-бла То есть ты действовал По принципу В группу требуется Контрабасист Изучу-ка я Контрабас Да Хочу поездить Хочу поездить По Европам Поиграю-ка я В детском коллективе Духовиков Вот так Серьезно Да-да-да И мне Ну как еще Как там было Напилом годы Несовершеннолетние Да И там удавались У меня еще сохранился Паспорт С СССР Первый Паспорт саксофониста Ну Да Скажем так Но ты поездил в итоге А да-да-да Австрия там Ну то есть не зря учился Не зря учился Как минимум учился На этом инструменте Опыт еще Поддерживаю Клево А есть у кого-то вообще Музыкальное образование Есть Мы вообще Этим можем гордиться У нас в группе Есть Весьма таки образованные Не только образованные участники Еще непосредственно Преподаватель музыки Вот наш гитарист Иди скажи что-нибудь Скажи Не стесняйся Андрей Жильский Скромный Очень Очень крутой преподаватель Музыкального нету Но педагогическое Педагогическое Нет Музыкальное тоже было до этого В колледже учился Именно на гитаре Именно на гитаре А потом получил педагогическое образование Стал педагогом А потом совместил одно с другим Теперь преподаешь гитару Ну то есть Этим и зарабатываешь Да Ну музыка вряд ли Ведь возможно заработать Ну как он зарабатывает Музык Маловато платит Да Приводится Халатурить Спасибо большое Спасибо У нас с вами есть сейчас Обязательная часть программы Надо песенкой какой-то Закончить час Потом мы минут пять Пойдем подыхаем Подышим Вернемся в студию чуть позже Что это будет за песня Мой город Или на море летом Ну давайте решайте На море летом Давайте на море летом Каптик даже вызвал В программе Живые здесь сегодня Апофеоз оркестра Из Риги Погнали На море летом На море летом хорошо На море летом На море летом хорошо Как хладный дырит ветер Чудесный вечер И фонари нам светят Мы рады всему на свете На море летом хорошо На море летом хорошо Большой прохланный дует ветер, чудесный вечер. Фонари нам светят, мы рады всему на свете. Большой пляж под ногами, на море летом хорошо. Тысячи звезд пламя, и мы все черные. Но где бы ни были мы, горят окни даже ночью. Ведь мы сияем, как фонари. Лето зовет тебя к себе, и ты внутри. Такая красота вокруг, посмотри, мой друг. Мы остаемся наблюдать цунами, и только море над нами. Все как в тумане, а мне хорошо. На море летом хорошо, прохланный дует ветер. Чудесный вечер, фонари нам светят, мы рады всему на свете. На море летом хорошо, прохланный дует ветер. Чудесный вечер, фонари нам светят, мы рады всему на свете. Хорошо, на море летом. На море летом хорошо, на море летом. Сон по ногами, а на ногах сонтали. Давай-ка с нами мы на море свет зажигаем. Жаркой компанией, днем счет мы потеряли. Но не сбились так-то, если солнце в море ныряет. Это к закату. И для меня каждый день лето на вес золота. Как улыбка без повода, вдруг как молодость. Лето в небо, мой потолок. Как я могу, все что хочу, солнце печет горячо. А мне хорошо! На море летом хорошо, прохланный дует ветер. Чудесный вечер, фонари нам светят, мы рады всему на свете. А на море летом хорошо. На море летом хорошо, прохланный дует ветер. Чудесный вечер, фонари нам светят, мы рады всему на свете. Хорошо. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Давайте продолжим. Напомню, сегодня в живых Апофеоз Оркестра. Это коллектив из Риги, Латвия. Замечательная группа, которая качает и которая дает там возможность чувствовать себя в светлом, оранжевом окружении. И студия сама по себе, надеюсь, ребятам помогает чувствовать себя так же тепло, уютно и комфортно. Пауза была большая, поэтому надо бы сразу спить. Спить. Чего-нибудь. Конечно. Что это будет? Снег. Хорошо, после лета в паузе была группа «Нэпс» песни «Зима», а сейчас очень хорошо и, кстати, будет от вас песня «Снег». Как всегда, «Живой Зуб» в программе «Живые». Поехали. Так. О, да, паузу надо запомнить. Давайте так, 46-47, пока гид... Все? Поехали? Поехали. Зима на земле, в воздухе виснет весна. Где-то пролетает лето, там, где нас нету, тепло, так тепло, а у нас белым-бело, будто профилактика на кабельном. Встаем за светло, ложимся затемно, по дороге в май замело все указатели. Попасть туда трудно, будто в Соединенные Штаты, это моя грин-карта, ждите до марта. Я этой зимой заведу подругу, займем с ней угол, вместе перезимуем в югу. Крепко, будто наклее, так будет теплей. Зима рисует нам узоры на стекле. За окном снег, на деревьях снег, повсюду снег, и даже на машинах снег, на домах снег, на дорогах снег, белый снег, снег, чистый белый снег. Зима-зима Как никогда я, кажется, не видел солнца месяца, так полтора почти Я заскучал, я даже пью горячий чай, я в шарф закутался, но все равно замерзаю Был бы медведем, проспал перлоги по всю зиму, проснулся лишь весной зеленой и красивой За окном снег, на деревьях снег, повсюду снег, и даже на машинах снег На домах снег, на дорогах судьбе, белый снег, снег, чистый белый снег За окном снег, на деревьях снег, повсюду снег, и даже на машинах снег На домах снег, на дорогах снег, белый снег, снег, чистый белый снег Что вот это было в конце? Что это выкрикнуло? Я не услышал. Расскажи Разбирайся Что это ты сейчас сказал? Это то, что я иногда выкрикиваю А что это значит? Эппа Эппа, а это что такое? Рита у нас сербка, ей можно Даже так, Рита сербка, а вот белый пришел Давай Новая погоняла, да? Белый человек, единственный в коллективе белый человек Так, давай, давай, есть такая иппа Иппа, она эппа Да А что значит по-сербски в таком случае эппа? По-сербски это ничего не значит Ничего Ну, в смысле, эппа это ничего Вообще, в принципе, с вами, мне кажется, хорошо действительно у костерка посидеть Да не просто посидеть, а еще и выпить Потому что после вот час с небольшим я понимаю, что я начинаю хмелеть А что такое эппа? Она у нас сербка Что значит на сербском эппа? Ничего не значит В итоге, зачем мы об этом говорили сейчас? Я-то надеялся на смысл Это мы, это мы Я надеялся на скрытые смыслы А смысл их нет Это очень про нас Как вы живете вообще, в принципе, имея в виду вне музыки? Вы как-то вместе отдыхаете? Куда-то вместе ходите? Или музыка музыкой? Работа, как сказать, у микрофона работа на сцене Это работа на сцене? А дальше каждый разъехался по своим собственным делам Знаете, у нас началась такая шиза Нам это нравится И мы, в принципе, все время вместе Вот всем коллективом? Ну да, там, типа, убежать на работу, что-то поделать И быстро-быстро вернуться, чтобы потом что-то продолжить с... С группой С группой, да Да, у нас есть своя студия, которую парни строили своими, своими золотыми руками, сами Как я вас понимаю Арита сачковала Как я вас понимаю Эту студию мы тоже строили своими руками Я уже поделился, поинтересовался насчет вот этого Звукоизоляции ты имеешь? Так, что-то он заглядывает куда-то Демонстрационного ковролина А Вот это белое очень У нас просто черное все Демонстрационный ковролин Да, да Демонстрационный Ты еще по очереди не стоял Это именно он Я потом технологию расскажу Это ноу-хау Или хау-ноу Не знаю, но я надеялся, что это будет ноу-хау, а не хау-ноу И слава богу, что оно ноу-хау для нас и стало Имея в виду хорошая звукоизоляция и правильный звук в студии Эффективно и красиво Это правда Спасибо Как приятно Опа! Что это значит? Ничего А у меня опа, я не серп Я не серп просто Двинемся с вами дальше И мне интересно вот какую сторону сейчас немножечко вас качнуть С одной стороны, понятно, что кто-то из музыкантов вполне себе может зарабатывать музыкой Но вы же работать должны где-то Ты же сам сказал, что приходишь с работы и пошел репетировать Кто из вас чем занимается? У нас Антон барабанщик Он барабанщик Только барабанщик Ну да Хотя последние полгода он возил еврокомиссаров на... Так, это конфиденциальная информация Почему? Я же не спрашиваю, как фамилия еврокомиссара Я на чем возил Зачем ты их возил? Водителям работал? За 50 евро в день Ничего так у вас еврокомиссаров возят В Риге сейчас такая вещь происходит Уже закончилась Ну, слава богу Ну, последнюю зарплату я еще не получил Так что хватит полить Подожди секундочку Если ты стесняешься своей работы То я тебе скажу так В этой студии среди музыкантов были Гидрометеорологи Были банковские работники У айтишников море, кстати Айтишники играют очень много Во многих коллективах Были пожарные Кого только не было Да нет, тут не в стеснении дело Ну, я там подписывал бумаги вообще-то Там дул в трубочку каждое утро, когда приезжал Ну, тебя в трубочку-то дуть не попрошу Нет, просто я для себя Ты возил еврокомиссаров Все, вот этого достаточно Нет, вообще я музыкант Спасибо тебе большое Вообще, в принципе, да В Риге Евросаммит А, Евросаммит Ну, пускай Саммит Пускай, главное, чтобы Шабаш Все понимали, все правильно Евро-шабаш Так, давай ты расскажи, пожалуйста Ты чем зарабатываешь себе, кроме саксофона То есть айтишник тоже Да Ты посмотри Вот опять же, еще одно подтверждение Во многих коллективах реально Он врет, он тоже работает на правительство И боится ехать в Крым, поэтому Да, он айтишник в госдепартаменте Госдепартамент Латвии Это тоже конфиденциальная информация? Да Я же сказал, что правильно Единственный белый человек в коллективе есть Так что никому не промолкается Хорошо, хорошо А почему тогда на эстонской границе были проблемы? Мне кажется Потому что не на латвийской же Потому что ты эстонская Эстонская, да И для них это ни о чем не говорящая информация Я понял Ты чем зарабатываешь? Я монтажер А да, да, ты говорил Ты монтажер, видите То есть это твой заработок По сути дела Ну да А Рита? Серпка? Нет, Захар еще Он, между прочим, и режиссер И оператор И он много чего делает И всякие видео Это я монтажер Ну, вообще-то Именно поэтому У группы до сих пор нету клипа Ни одного Сапожник без сапог Собственно Классика жанра Так что если есть хорошие режиссеры Операторы И монтажеры Которые готовы нам помочь Welcome Но будет сложно С Захаром непросто работать Ну в общем, да Он знает Он знает свое дело Варку изнутри И поэтому будет требовать Рита, чем ты зарабатываешь? Тоже киносфера Художник, постановщик Реквизитор То есть это все твой заработок? Это мой заработок Гениально Гитаристов надо опросить С басистами Давай, Игорь, рассказывай У меня несколько источников заработка Это в основном небольшое Но уникальное производство шнурков Шнурки? Тянущие шнурки Без резинки Слушай, мне нужны коричневые Очень большой ассортимент Плоские Я не могу найти Плоские коричневые шнурки В Москве Ты понимаешь? У меня есть классные ботиночки Такие осенние Шикарные И у них коричневые шнурки Я везде вижу коричневые Как червяков длинные Круглые А вот плоских коричневых Не могу найти Наложным платежом он вышлет Все, спасибо В следующий раз привезем Неправильно, неправильно В следующий раз привезем В следующий раз Подожди, подожди Какой размер? Что значит размер? У шнурков есть 7 размеров Давай поговорим об этом Длины Давай поговорим об этом И все евростандарты Какой самый длинный? Скажи мне 1,2 метра 1,2 метра Метр 20 Самый длинный Ну это может быть длинновато А чуть поменьше 1,1 1,0 Наверное метровый Ядровый коричневый Чистый или георгиевский Вот цвет Ты имеешь ввиду коричневый Светло-коричневый Да, да, да Есть варианты Нет, нет, нет По-моему светло-коричневый Нужен Светло-коричневый Нужен Такой между темным И светлым Такой серединистый вариант Ну еще я занимаемся Мы как хобби Как бы занимаемся Хай-энд звуком Как бы именно записями Ну это неинтересно Для шнурки нужны Еще делаем коптилки Коптилки? Коптилки? Коптилки для чего? Хай-энд и коптилки И шнурки Холодного копчения Опять же По уникальной технологии Все Эксклюзивное производство Круто Еще я ращу сына Ну это как За это не платят Это как раз оттягивает А я однажды Пошел в магазин Купить шнурки Мне надо было Длинные шнурки Метр шестьдесят Купить шнурки Я так это Вот хожу к продавщице Со шнурком Который до пола Так свисает Говорю У вас есть шнурки Метр шестьдесят Она так смотрит На нее говорит Что ты мне рассказываешь Метр тридцать А ты знаешь свой рост Да И ты вдруг подумал Неужели я жил с метром тридцать И не понимал Что это мой рост До сих пор Так ребятки Давайте мы гитариста Тоже опросим Женечка расскажи нам Раз уж поехали Женя Андрей Женя Женя Моя профессия Наверное называется Короче всего Логист Логист где? В транспортной фирме А что делает логист В транспортной фирме Так в двух словах В двух словах Перевозки грузовые А то есть ты рассчитываешь Куда, когда Какое время Кому куда ехать В том числе да Понял Понял Спасибо Андрей Как уже было упомянуто Преподаю То есть это вот Единственная возможность Заработка для тебя Ну да Круто Все Мы выяснили важные вещи Потому что это иногда бывает И забавно И интересно Узнать где же работают музыканты Теперь надо петь Следующая песня Называется Бестолковый день Как всегда Живой звук В программе живые Апифиос оркестра Здесь сегодня Погнали С самого утра Звенит будильник Но навряд ли Что-нибудь меня поднимет Вовремя с кроватки На термометре галяк На календаре Четверк Плюс неторопливо По стеклу Сползают капли Делаю снос Десятый раз И проклинаем все Кричу Заткнись Неодушевленному предмету Бессмысленная беготня Не знаю сам зачем Это потеря Потерь Этот будний день И чем же отличается Скажи он от других На Википеде Ответ Мне надо прополить Я не танкист армянский Не украинский Юристы для меня Это всего лишь Бестолковый день Вряд ли когда-то Учителя заставят Учить эту дату Делать ничего Неохота даже думать лень Сегодня что? Сегодня Бестолковый день Вряд ли когда-то Учителя заставят Учить эту дату Делать ничего Неохота даже думать лень Сегодня Бестолковый день День наоборот Это нет У меня день наоборот Да, это не мой ответ, с другой стороны нет еще не ад И я рад, что моя жизнь это зебра, а не электроскат Но я не встаю с постели, не буду улыбаться Сегодня пошел ты, Дэйл, Карнеги Скорее бы прошел этот день недели длиной в неделю И пользой пятого колеса телеги Но беспонтовый день, здравствуй Неприятное знакомство просто ужасно Королю плюса и дыма в сену полетел в будильник Бестолковый день Вряд ли когда-то учителя заставят учить эту дату Делать ничего, неохота, даже думать лень Сегодня что? Сегодня бестолковый день Вряд ли когда-то учителя заставят учить эту дату Делать ничего, неохота, даже думать лень Сегодня бестолковый день 281 день от начала года именены Герман и Сергей Но поздравлять их неохота В этот день был последний концерт Баба Марли с Вачин Че Гевара И Чикаго пылала в пожаре Ядерный взрыв на 15 килотонн В Латвии в 88-м был образован Народный фронт Роцкий В своем письме стучал в ЦК Об опасности растущей власти генерального секретаря В России День командиров кораблей в США Национальный день детей Что происходит и откуда эта канитет Да лучше бы я спал в этот Десталковый день Вряд ли когда-то Учителя заставят учить эту дату Делать ничего, неохота Даже думать лень Сегодня что? Сегодня бестолковый день Вряд ли когда-то Учителя заставят учить эту дату Делать ничего, неохота Даже думать лень Сегодня бестолковый день На здоровье, смотри-ка, появились ваши поклонники Те, кто знает творчество Вот Анастасия Харрис Может быть, знаете такое, нет? Ну, девушка латиницей пишется так Ух ты, новый текст у бестолкового дня Сюрприз, классно Что значит новый текст? Каким он был? Эту песню мы написали Написали и записали С Ваней Алексеевым Но из МС Я сейчас решил его куплет Не исполнять Почему? Постеснялся А, ты в том смысле Что эстонцы, если что, следят? Понимаю А еще выехать придется Шучу Альбомчик вы мне привезли Спасибо вам за это большое Называется Альбомчик «Не балови» Правильно? В группе Восемь участников И тяжело очень Найти название Которое всех устроит Не, подожди, а я разве сказал, что это плохое название? Почему-то сразу оправдываться-то начал Не очень понимаю Ну «Не балови» называется, так? Да Да Какой по счету это альбом у коллектива? Первый Первый? То есть единственный пока что альбом? Да И здесь собрано Ну если не все творчество, безусловно То самые лучшие ваши песни как? Ну нет Как водится? Просто здесь собраны 13 песен 13, по-моему, да? 13 Я не могу почитать пока лень Цифрек там нет 13 Да Ну Почему 13? Или... Нет, я спрашиваю Почему не лучшее? Ну Лучшее, наверное, еще не написано Ах, вот как Вот с этим я готов согласиться Когда человек не останавливается на месте Даже когда делает хорошо Значит он человек творческий Растущий Клево Клево А думать вправду ли не хочется просто Наслаждаться этой музыкой И кайфовать? Пишет Константин Твердый По-моему, это комплимент Вы же для этого музыку делаете Люди кайфовать Та? Кайфовать Та? Тоже Та Можно Хорошо Хорошо А что касается кайфа Понятно, что вы когда работаете на сцене Сейчас я имею в виду Выходите на сцену Вы же получаете какую-то отдачу От зрительного зала Кто ваша основная аудитория? Молодые, пожилые, девочки, мальчики Не знаю Ну вот кто эти люди? Айтишники? Ну, в общем, если так говорить Либо представители департамента Очень часто встречаю каких-то людей Которые говорят А я вот был у вас на концерте Мне очень понравилось В следующий раз я возьму на концерт Свою там маму, дедушку, бабушку То есть людям кажется, что это такое как бы Без возрастных ограничений, что ли Ну хорошо Но ты когда пишешь тексты, да Когда вы делаете А кто разжировочки-то делает Все вместе садитесь и делаете Окей Вот ты же понимаешь, что это музыка Ну, регишного такого формата, да Фьюжн Это музыка, мягко скажем Не самая популярная, условно говоря Не самая коммерческая Значит, вы на кого-то должны рассчитывать На какую-то аудиторию Это люди с мозгами, не знаю Это люди, для которых важно и хочется Прямо сейчас, в данный момент Придя на концерт Просто оттянуться, получить какой-то релакс И ни о чем другом не думать Ну, что ты вкладываешь? Я редко встречал публику без мозгов Может... Поезжай на нашествие, увидишь Их много там Ну... Я серьезно говорю Дети пива же Мы их так называем для себя Ну, это, наверное, прискорбно Да Мы, наверное, делаем так Потому что нам так, типа, нравится Ничего мы не прогнозируем особенно Не выдумываем, что мы хотим Этой песней зацепить 16-летних девочек То есть маркетинга никакого Да, к сожалению Абсолютно бестолковое творчество Понятно Да Он на все пытается серьезно отвечать Ну, в общем, понятно Вы занимаетесь тем, что нравится Да и бог с ним Кто любит, тот поймет, что называется Здорово Давайте петь дальше Потому что Потому что что? Потому что все есть у меня А, есть ощущение, что я знаю эту песню Тогда... Я мало знаком с творчеством коллектива Но вот эту песню Если название я правильно понял Тогда надо подпевать Микрофон не выключай Я тогда убью весь кайф От сегодняшнего вечера Если я начну петь, ребята Вам придется выйти из этой студии Потому что уши ваши не выдержат Как всегда, живой звук в программе Живые Здесь сегодня Пофеос оркестра Погнали Потому что все есть у меня Потому что все есть у меня Потому что все есть у меня Ничего мне не надо Все есть у меня Почему? Потому что все есть у меня Потому что все есть у меня Потому что все есть у меня Ничего мне не надо Все есть у меня Надо быть среды Голубая лента На меня небо смотрит, хмуря облака Подумай про вчера, четверга Так будет проще просыпаться с утра Но много думать вредно Полкай ногами землю Лети кверху Прошлое пролог Пою песню Сынок И мы поем Будто хор При этом многие из нас Но на алкохол И проснуться свежее ветра Я люблю этот мир Ежедневно Потому что все есть у меня Потому что все есть у меня Потому что все есть у меня Ничего мне не надо Все есть у меня Почему? Потому что все есть у меня Потому что все есть у меня Потому что все есть у меня Ничего мне не надо Все есть у меня Весна в городе моем Уже зеленые деревья Зима закончилась нежданно Но я не жалею все Тип-топ И воздух обвиняю Ты сошли с ума И на них собаки лаю Все понятно Без слов и солнцем припекло На моей улице тепло На моей улице светло И хочется гулять по парку До позднего вечера И спрятать глубоко В шкаф все зимние вещи Потому что все есть у меня Потому что все есть у меня Потому что все есть у меня Ничего мне не надо Все есть у меня Потому что все есть у меня Потому что все есть у меня Потому что все есть у меня Ничего мне не надо, все есть у меня Море, цвет, лед, а вкус, а учусь тема тут Радуюсь я и смеюсь, свежий как грейпфрут Всем проблемам в лицо, если у проблемы есть лицо Хмурое, как буря, вот ему карикатура И серая жесть летит за горизонт Давай мне свою руку, мы высоко Переменам впереди, и прошлого не жалко, ни дня Потому что все есть у меня Потому что все есть у меня Ничего мне не надо, все есть у меня А так как деда согласна Это по-латежски. Потому что всё есть у меня, потому что всё есть у меня, ничего мне не надо, всё есть у меня. Спасибо за свой родной. Спасибо, спасибо. Какой язык вы считаете родным-то? Какой считаете, правда? Мы живём в стране, где нормально несколько родных языков. То есть и русский, и латышский считаются родными? Конечно. Я считаю это огромной привилегией. Дарита одинаково плохо пишет на всех трёх языках. Да. Ага. То есть поэтому она считает это привилегией. Я уже понял. Нет, а мне всегда было, правда, дико интересно. Это просто по факту. Ну, скажем, я полжизни провёл в Украине. У меня, если иметь в виду Украину, то мама из Донецкой области. Там сейчас где ДНР. Ну, она сейчас, слава богу, не там, естественно. Там только вся родня моя. По маминой линии отец из Днепропетровска. То есть, по сути дела, я полжизни провёл тоже так, мотаясь, будучи школьником, из России в Украину. Страна была одна, поэтому не было никакой разницы. Я тоже чувствовал себя весьма кайфово в России, потому что понимал украинский. Он сейчас, правда, изменился. Он стал немножко более таким, я сказал бы, подальше от суршика, всё ближе к западенству туда. Если раньше был вертолит, то на сегодня великоптер. Ну, вертолёт имеется в виду. То есть как-то американизм и украинский язык тоже проникли. Зато стрекоза как залупывкой была, так залупывкой осталась. Вот это приятно. Хотя бы что-то я, так сказать, оставил из старого. Так вот, когда мы говорим о людях, у которых два, не один, два языка. Скажем, Канада, та страна, где английский и французский. Но они делят друг друга. Всё равно они живут в мире, всё в порядке. Но французская часть и английская часть — это как бы две разные части одной страны. Латвия — страна небольшая, где говорят и по-русски, и по-латышски, естественно, само собой. И английский тоже, я так полагаю, является тоже частью, государственным является, да? Нет. Нет? Ещё раз является нормой. Или латышский всё-таки государственный? Латышский — государственный. Ещё есть латгальский. Давай белый ещё больше запутай всё. А как, да? Латгальский — это что такое? Мокер у нас латгальский на мокер. Это, ну, скажем так, как есть... Он сейчас вырвался, я так понимаю. Я сам не поняла. Не-не, ну, в смысле, вот, знаю, там, в Великобритании есть и в Ирландии, ну, типа... А, диалект. Диалект. Но, что латгальцы — это не диалект, у них своя письменность. И, в принципе, ну, литерарес... Литературный язык. Литературный язык латышский, в принципе, вырос из латгальского. — Это часть, которая... — Да, 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 да. — Потому что он латгалец. — Латгалец? — Да, я латгалец. — А, ты ещё дважды белый человек. — Да. — В этом коллективе... — Это не просто. — Не-не, ну... — Только в коллективе, в стране. — Да-да. — Осмелюсь. — Ну, вообще, в Латвии... — Он единственный латгалец в стране, я понимаю. И у него есть письменность. — Нет, ну, в смысле, языки Латвии, как бы, делятся ещё в четыре, как бы такие саб-региона, где вот эти, ну, то, что диалекты, как бы, выделяются. — Сам латышский? — Четыре диалекта в латышском языке. — Да-да-да-да. — О, я, кстати, не знал об этом, правда. Маленькая, вроде бы, страна территориальная, да? Какое население в Латвии? — Ну, удаленькое. — Два миллиона. — Уже непонятно сколько. — Около двух миллионов. — Кто-то сказал, что около двух, да, но наверняка меньше. — Два миллиона и при этом четыре наречия, да? Четыре диалекта. — Ещё русские есть там. — Ну, это понятно, да. — Больше половины. — То есть, получается, уже... — Больше половины? — Да. — Ну, нет. — Нет? — Кстати, панжельский, польский тоже есть. — Ну, это понятно. — У меня, например, и фамилия Жуковский. Теперь было Жуковский. — А у меня написано Жуковский, извини. Я читаю, как написано. Не хотел обидеть, конечно, латгальца. Ни в коем случае. Я к чему об этом спрашиваю? Просто всегда интересно, когда люди на каком языке мыслят, на каком языке рассуждают, да? Какой язык первый приходит в голову, когда, какая-то мысль, утром проснувшись, рождается мысль. На каком языке? На русском? — У меня? — Да. — На русском. Ну, у него на гальском, я понял. — У меня тоже на русском. — На русском. — У тебя на польском, естественно, да? — Нет, у меня тоже на русском. — На русском. В таком случае, получается, вы русские? — Ну, в таком случае, получается, мы русские. — Как-то латышеско-подданные русские? Или как правильно сказать? Вас латышами Нельзя назвать? Мы латыши все Вот этим особенно наша страна Латвийцы Наверное латвийцы Тогда латвийцы, как и россияне и русские Делятся это одно с другим Вот латышами, да, нас не назвать Но когда мы приезжаем в Россию, мы понимаем, что мы тоже не русские Да почему? Ну, как бы, есть отличия Я когда жил в Литве, мне говорили Эй, русский! В Литве? А я жил в Литве Я говорю, эй, русский, уезжай в Россию Когда я приехал из Литвы в Россию, мне говорят Эй, литовец, что ты приехал? Ну, нормально Это как евреи, которые мотнулись в свое время в Израиль Тут они были евреями, там они русские Никуда от этого не деться Ну, в общем, ладно, тема на самом деле не особая Я просто хотел чуть-чуть копнуть вот эту историю Самоощущения, что ли, да? Самоидентификации какой-то И все главное, ощущать себя человеком Молодец Вот ты сейчас очень правильные слова сказал Поэтому надо пить А то, что вы замечательные люди, мы это уже поняли И аудитория это понимает и чувствуется Это через микрофон очень хорошо Поэтому давайте петь дальше Мой город, ребята Как всегда, живой звук в программе «Живые» Здесь сегодня Апофеоз оркестр Погнали Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Не грусти, не думай о плохом Солнце засияет новым днем И все беды исчезнут, как сон Не надо создавать проблемы, не ищи резон Город улыбнется и печаль пройдет на радость всем людям И даже в будни про серое клеймо забудем Будем радоваться жизни, улыбаться шуткам Просыпайся с улыбкой, мы встречаем новые сутки Увидев это, мир крепко шлет нам руки Оптимизировать мозги, оптимизировать все действия Казалось бы, и я тону в трясине Бабелона с головой порой Но нет, не тут-то было Я расправляю крылья и лечу Моя свобода, я свободна, как и ты, и ты, и ты Если душа чиста, родятся светлые мечты Дыши надеждой полной грудью, так с ней спеши Улыбнуться утро и просто радоваться жизни Мой город со мной тоскует по теплым летним дочерам Когда спокойно все и ничего делать не надо Когда закат уже отыграл свою, но спать еще рано В особи нет дурманов, город Со мной тоскует по теплым летним вечерам Когда спокойно все и ничего делать не надо Когда закат уже отыграл свою, но спать еще рано Когда настанет утро над моим городом Шепотом, тихо все кругом, а я не сплю этим утром Воздух прозрачный, совсем не хочется курить Меня не напрягает это, и я двигаюсь в ритм По улицам пустым, шаг за шагом, за шагом шаг Скоро здесь люди закешат, замельтешат И кофе, аромат, и запах утренних газет Пора вставать, уже ведь скоро Самое время вставать, подъем, куда идем мы? Порвав оковы комы, как новорожденные Каждый шаг с трудом дается, каждый вдох За стабильно и ровно работают моторы Мы готовы к новому дню, готовы жить мы Через бесчестные игры на пути к вершине Мы идем, нас не остановить, мы полный сил И нам ни капли не страшна рутина Мой бой со мной тоскует по теплым летним вечерам Когда спокойно все и ничего делать не надо Когда закат уже отыграл свое уме Но спать еще рано Со мной тоскует по теплым летним вечерам Когда спокойно все и ничего делать не надо Когда закат уже отыграл свое уме Но спать еще рано Спать еще рано Спать еще рано Спать еще рано Сергей Сергеев предположил, что в Латвии все друг друга знать должны Ну, если 2 миллиона населения Когда сравнение с Москвой, в которой уже за 20 перевалило То, наверное, да Но мне кажется, что... Давай, включаю, да? Мне кажется, что очень уютная страна И очень комфортно там жить Даже вчера на концерте в Джауда Половина клуба были представители Латвии Правильно, которые здесь... Это были мы Остальная половина зашли посмотреть на первую половину Нет, ладно, вы не прибедняйтесь Там было хорошо Может быть, не биток, но достаточное количество людей Я вам скажу так Летом Летом В Москве и в Питере собрать 100-150 человек в клубе Это уже достижение Чтобы вы понимали Тем более воскресенье вечером Тем более воскресенье вечером Так что все было очень хорошо И мне кажется, вы зря вот так Все прекрасно Все прекрасно Все прекрасно И сегодняшний эфир Это тоже подтверждение того, что все прекрасно А еще, вот Виля подсказывает Сейчас еще время фестивалей Сплошных Сплошных Хочу немножечко откорректировать фразу, которую я сказал По-моему, нашествия Я сейчас не говорю о том, что там все Люди без мозгов Но, к сожалению, большая часть людей Едет на фестивали такого большого масштаба Не только нашествия, кстати И Кубана в том числе Не для того, чтобы музыку слушать А время провести Набухаться хорошо Если мальчик одинокий И встретил одинокую девочку То понятно, что эти три дня Они, в общем, да Музыка уже мало интересна Правда В фестивали едут На фестивали Вот в этом и проблема Меня лично это всегда смущает Не потому, что люди бухают Бога ради А просто потому, что фестиваль, на мой взгляд Это показ Показ чего-то нового Показ чего-то интересного Более того, если фестиваль Каждый год меняет свой лайнап И там много и много новых музыкантов Появляется То надо на это ехать Смотреть живьем А вот фестивали Такие уже старые Мощные, скажем так Которые много лет существуют Туда приглашают чаще всего Ну, ради заработка Естественно, хедлайнеров На которых приедут Вот приехала группа Алиса, например При всем уважении Армия Алиса Это та аудитория Которая ждет, когда выступит Кинчев Если это случается во второй день Они все вместе После концерта Алиса Собирают шмонатки свои И уезжают в фестиваль Я сам это наблюдал Я стоял практически Опешивший Когда толпа Ну, человек Тысяч пять, наверное Вышагивала гордо Крича Алиса Уезжала в фестиваль Нахрена, простите Вы сюда приезжали Чтобы послушать 357-й тысячный раз Как поют Кинчев Одни и те же песни Нам, кстати, в Латвии Это вообще не знакомо Нет? У вас такого нет? Не бывает А как у вас Как у вас фестиваль происходит? О Ну Происходят по-разному Палатки плавают В воде Это нормально, да? Много разных групп Из разных стран В основном из Европы Америки, конечно То есть у вас все фестивали Международные получаются? Ну да То есть таких Исключительно для своих Латвийских групп нет? Ну Наверное, есть Но это Или просто групп немного Так, чтобы запомнить Шлягерные Не-не, ну Групп хватает У нас в Латвии каждый поет А если не поет, то танцует Да У нас есть дзесмос в Латке Праздник песни У нас что, праздник песни Когда там 10 тысяч людей поет Одну и ту же песню Нет, 15 15 тысяч людей Все 15 тысяч людей А где это 15 тысяч? На фестивале? Да На нашей эстраде Все в нарядных костюмах На традиционных Народных А, это народные Это все народные музыки Да, раз в 4 года Это не просто музыка Это именно Вот это хоровое пение Приезжает куча-куча народу И все поют хором Да-да Но возвращаясь Нас в Ланап не берут И типа местных Ну, есть разные Сами понимаете Население 2 миллиона Там, ну, как бы Но каждый Вам, мужики, стараться надо Да Вам надо стараться У нас с программой демографии Под повышение Все уже вроде нормально А у нас тоже открыли шлюзы Открыли такие уже? Все, давайте уже Сейчас на лодках Ну, он другой имеет в виду Я не знаю, что он имеет в виду Я считаю, что вас должно быть больше Мне кажется, что надо, чтобы Население страны За счет алжи Алжирцев не хотелось бы Я же вам говорю Мужики, старайтесь Зачем алжирцы? Вы же сами можете Сильные, крепкие, молодые Вот басист смог Смог однажды, дважды? Однажды Пока однажды А что, дети только у него? Да Да ладно А они при этом говорят Нас два миллиона, парни Мне кажется, вы зря время тратите на музыку Вам делом заниматься надо Смотри-ка Тут вот интересное есть сообщение от Илиты Никола Превосходное сочетание музыки и вокала Осталось до конца программы чуть больше 15 минут Илья заметил такую деталь Что у вас великолепное сочетание музыки с вокалом Великолепное просто Спасибо Спасибо огромное А почему Илита так напряглась? Это комплимент был Я от восторга обомнела Вы читаете эти комментарии И у меня аж мурашки Я Да Такого нам еще никто не говорил Да, да, да Пускай он пришлет Мы шокированы тем, что Мы вышли в ему диск Подпишем его сами Это очень приятно Это очень приятно Вам никогда не комплименты? Нас обычно плохо принимают Нет, подожди, подожди Назад Вам комплиментов не говорят? Я не понимаю, почему У нас как-то не хвалят Типа, ну, нормально Вообще, на самом деле, да В Латвии публика весьма таки Мы даже жанр обозвали Нордик реги Да, у нас критики назвали Нордик реги То есть холодные реги Да Ага, так, может быть, мы зря Нарушили традицию Так, ну-ка, давайте писать Все спокойно Без эмоций Нет, нет, пожалуйста Вас умоляю Нет, хватит Хватит Мы приехали в Россию Наверное, именно за этим За Правда За комплиментами Да И очень правильно сделали Комплиментов огромное количество Потом почитаете всю переписку Вот все, что писали сегодня под эфиром Убедитесь в том, что там много чего Ну, я не читаю многие сообщения Потому что они одноплановые Шикарно, роскошно, великолепно Ну, чего, это и так понятно По моим глазам Захар покраснеет Я буду смущаться И все И на этом все, пение закончится И пропадет вот эта замечательная идиллия Между музыкой и вокалом Давайте дальше Что это будет? Давайте Эскимо? Чисто летняя сага А мы две песни еще спят Конечно, именно на две и время Эскимо, да? Окей Как всегда, живой звук В программе «Живые» Здесь сегодня Апофеоз оркестра Поехали Посмотри, какой сегодня хороший день Откровенно лень что-либо делать Мое дело манит тень И ты, мы с лимонадом посидим И помечтаем молча рядом И я не буду скрыть Свою радость, когда все ровно Если только ты захочешь Могу каждую деталь нарисовать подробно Бом-бом-бом Мы с тобой вдвоем Бом-бом-бом В городе большом Бом-бом-бом Мы песни поем Мы идем и поем Мы идем и поем Бом-бом-бом Мы с тобой вдвоем Бом-бом-бом В городе большом Бом-бом-бом Мы песни поем Мы идем и поем Возьми ты в городе большом Да и смотри по сторонам Машины, светофоры Витрины, рекламы И толпы людей, спешащих по своим делам И тут и там А в парках уже распили тюльпаны И солнце печет, слегка весна, вот все кипит Это не остановить никак, не остановить Все будет так, как должно быть в своем ритме Так радуют глаза, красок яркая, поста утра Время в двенадцать, ноль, одну Все предстанет перед тобой, все как наяву Ты громко крикнешь, его в марак упадешь И вдруг ты начнешься, ты все поймешь Как будто все замерло, как вдруг упало на дно Не справиться с этим ни в одном, кимоно сразило напрочь Как самым мощным снарядом ты захочешь насладиться моим лимонадом Бом, 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 мы с тобой вдвоем Бом, 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 в городе большом Бом, 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 мы песни поем Мы идем и поем Мы идем и поем Бом, 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 мы с тобой вдвоем Бом, 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 в городе большом Бом, 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 мы песни поем Мы идем и поем А у фонтана, сал системы, мощные колонки Мы позитивную музыку вам играем громко Всех так качает этот весенний дансхолл Даже уже есть на траве Танцующие басикова на скамейках по брюки Качают головами, не забросили чтения Гассеты, варежки, дизайны После такого чуда ничего не надо Нам и можно съесть вдвоем мороженого целый килограмм Ага А может быть и два А может целых три Мороженого никогда не бывает много Эскима Эскима Спасибо Спасибо Кстати, что касается хвалить, не хвалить Вот Рома Усольцев пишет Замечательная группа, очень сложно таких не хвалить Плюс пять поклонников в Казахстане Имею в виду географию География у нас очень широкая Давайте так Я тут опять начал просить народ писать города В которых они слышат эфир Но читать я этого не буду, вы сами потом прочтете Я думаю, что вам будет очень любопытно узнать Где сегодня вас слышали Я знаю точно, Канаду видел Уже видел, мелькнул Опять-таки Казахстан, Лондон Все здесь, все на месте Ну, Россия матушка, понятное дело Очень хотелось бы увидеть, как можно Посмотреть на тех, кто в Риге, например Сегодня слушает эфир Поэтому, когда будут ребят петь Да, хотя можете прямо сейчас начинать уже писать Города, в которых вы слушаете эфир И на последние песни, соответственно, тоже пишите Потом ребята почитают все комментарии И заодно увидят, сколько же городов сегодня Какая была география Чего? Кстати, у нас есть страница ВКонтакте И каждый, кто подпишется, получит плюс к карме И диск! Не, вы рискуете? Дисков много? Народ сейчас кинется подписываться Плюс к карме достаточно! Вполне достаточно! Хорошо, договорились А, собственно, очень просто подписаться в самом анонсе На сегодняшний эфир в группе ВКонтакте Название коллектива синеньким выделено Здесь активная ссылка Клик вошел, можно подписываться После эфира будут аудиоподкасты Будут видеоподкасты Все это будет распространяться по сети Так что мы постараемся сделать все возможное Чтобы вас как можно больше народу узнали Вот пока мы с вами сейчас вот это вот трещим Вот, пожалуйста, Семипалатинск Это Казахстан, Архангельск Курганская область, Астана Опять же Казахстан Новгородская, Ульяновск, Тверь Барнаул, Нижний Новгород, Монреаль, Канада Лондон, как я и говорил Макеевка, Донецкая, Ростов Ну и так далее Пошла, пошла, пошла география Вы должны понимать, что сегодня у вас аудитория Ну, примерно, как население Латвии Самый большой концерт По сути дела вы сегодня даете Ребятки, у нас, правда, осталось совсем чуточку времени Восемь минут, даже семь Песня у вас будет минутки на три Судя по всему, финальная, да, три-четыре Поэтому позвольте мне тоже кое-что Не вопросы задавать, а кое-что вам сказать Очень хочется Вот тянет меня что-нибудь сказать Поэтому не могу Когда тянет, не могу сам себе в этом отказать Вы замечательные и светлые Вот что очень важно Я когда вижу людей, мне всегда интересно в глазки заглянуть Даже если глаза уставшие Как у Риты почему-то немножко такие Все равно в этих глазах видна жизнь А жизнь, зижнь А жизнь такая штука, которая дается человеку один раз И ее надо прожить красиво И надо прожить так, чтобы потом, после того, как ты покинешь шарик земной Остался какой-то следочек Вы этот след уже оставили Это, во-первых, я думаю, что след будет все глыбже и глыбже Просто потому что, видишь, уже пять концертов, да, было в России Ничего Мы с вами встретимся в следующий раз Вы скажете, уже 30 Я практически в этом уверен А в программу «Жилые коллективы» приезжают в следующий раз Тогда, когда пишут новый материал Когда новый альбом У вас будет, ну, как минимум, стимул для того, чтобы... А когда, кстати, в планах новый альбом? Через два месяца Это рано Это в планах А в реале будет через месяц Не, не пугайся, я шучу Нет, серьезно, когда ваши поклонники, когда теперь новые ваши поклонники, в том числе, могут надеяться Мы когда начали играть, мы очень долго не могли приступить к записям Вернее, нам очень не нравилось то, что получается И, в принципе, только сейчас начало что-то получаться, на наш взгляд Возможно, мы там требовательные, или, возможно, сводить никто не умеет Но вот у нас скопилось достаточно много песен, которые просто надо записывать Что-то, естественно, записывается старое, уже игранное, уже надоевшее А что-то придумывается Иногда проще придумать что-то новое, чем записать старое Это да Да, новинки подпирают Много новинок, да? На альбом хватит уже? Думаю, что да Отлично Отлично Ну, вот будет новый альбом Тогда, естественно, будем как-то заново общаться на предмет того, да? Вот у меня Олег Сидоров написал У меня Англия, да, угов пился Ну, мне вот сам подход нравится к человеку Он живет, да, угов пился, а чувствует себя коренным англичанином А может, наоборот Или наоборот, живет в Англии, да А чувствует себя гражданином другой страны Так тоже может быть, кстати, вполне Спасибо вам за то, что были здесь Спасибо, что... А, кстати, тогда такой момент Вы же вчера играли концерт Да А уезжаете когда? Сегодня Сейчас А вы задержались в Москве, получается, ради того, чтобы сыграть здесь? Я думаю, что это должны быть отдельные овации Отдельные аплодисменты всей аудитории своего радио И программы живые Просто потому, что сыграть концерт И... Хотя я понимаю, почему вы задержались Вы оттягиваете момент встречи с эстонской таможней Как я понимаю И, наверное, и, наверное, в этом был смысл Надеюсь, вы провели сегодняшний день после вчерашнего концерта Хорошо, и вечер, надеюсь, у вас задался Хотелось бы в это... Спасибо Очень Да Очень да Я так теперь... Я теперь знаю, как по-латышски сказать Да, очень Очень да Завтра в программе «Живые группы Кардио Бит» Кстати, коллектив казахстанский в свое время Они, ребятки, давно уже переехали в Москву Теперь я уж не знаю, как... Кто они? Москвичи, россияне, то бишь... Или казахстанцы? Как они себя позиционируют? Не знаю Завтра, собственно, об этом поговорим А по филосоркестру сегодня заканчивают свою программу К сожалению, какая-то будет песня Овощи Хороший финал Как я понимаю Всем пока До завтра Встретимся в этой студии в это же время Будьте здоровы Поехали Спасел моей жизни Это овощи Мне не нужно помощи Только овощи Только овощи Овощи Только овощи Я раньше любил пельмени, ел на завтрак, обед и ужин Я растолстел, как борец с умом, никому не нужен Я от депрессии начал есть больше и чаще Чтоб на глушить голос внутри о помощи кричащей Я толстел и толстел, потел и много весел Пацаны со двора меня образовали Я обижался на них, плакал в подушку и снова ел, ел, толстел, снова ел, еще больше толстел Баклажаны, огурцы, помидоры и морковь, укроп, петрушка и кинза, моя любовь Болгарский сладкий перец, синдерей, кабачок, репчатый лук, чеснок, бобы, горох Баклажаны, огурцы, помидоры и морковь, укроп, петрушка и кинза, моя любовь Болгарский сладкий перец, синдерей, кабачок, репчатый лук, чеснок, бобы, горох А есть еще грибы, всякие разные грибы, Чтобы не любить грибы, надо быть тупым. Есть гриб-козляк, лисичка-боровик, Белый гриб-рыжик, цезарский гриб. Гриб-зонтик, белый гриб-зонтик, Пестрый, шампиньон, горькушка, сморчок высокий. Есть гриб-шитаки, опенок-луговой, Грусть настоящий, труфель-летний, Труфель-итальянский, но смысл моей жизни — это овощи. Мне не нужно помощи, только овощи, только овощи. Овощи, только овощи. Смысл моей жизни — это овощи. Я вообще не нужна помощи, только овощи, только овощи. Овощи, только овощи. У моего деда в деревне растут на грядке помидоры, Огурцы, картошка, кабачки, много чего другого. Заходил поесть, сорвал, вытер, съел и сыт. Арканик фут, какие нахрен пестициды? Здоровая еда — значит здоровое тело. Посмотри на моего деда, дед все правильно делает. Овощная диета лучше всего с боков сгоняет сало. Овощи — мир, о котором мы знаем так мало. Овощи — мир, о котором мы знаем так мало. Овощи — мир, о котором мы знаем так мало. Овощи — мир, о котором мы знаем так мало. Смысл моей жизни — это овощи. Я вообще не нужна помощь. Только овощи, только овощи. Овощи, только овощи. Смысл моей жизни — это овощи. Я вообще не нужна помощь. Только овощи. Субтитры создавал DimaTorzok